Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет об антуриум Андре. И я отвечу на 10 самых популярных вопросов за пять минут. Первый вопрос, который очень часто задают. Как правильно выращивать антуриум? Помните, что температура содержания антуриума должна превышать 18 градусов. Температура земляного кома не должна быть ниже окружающей среды. Соответственно, горшок сажаем всегда только пластмассовый. Антуриум предпочитает светлое место. Может, конечно, растить в тени, но не зацветет. И самое главное, полив должен быть всегда умеренный. Лучше переносит пересушку, чем переуложнение. Второй вопрос, который задают. Какую почву лучше посадить антуриум? Специальной почвы для антуриума просто не существует. И при пересадке вы должны будете эту почву сделать сами. Что до этого потребуется? Обычная земля, листовая земля, торф, одна часть земли, одна часть торфа, одна часть должна составлять разрыхлитель какой-то, полчасти это песок, нужно добавить кору и тревесный уголь. Это основная почва для антуриума. Третий вопрос. Как разделить антуриум? Если вы решили его пересадить, если растение у вас очень большое, его нужно разделить. Как это правильно сделать? Делим его очень аккуратно, вытащив из горшка, распутав хорошо корни, острым ножом мы делим и срез присыпаем древесным углем. Это обязательно. Четвертый вопрос. Купили антуриумы зимой, когда лучше его пересаживать? Лучше пересадки антуриума. Время для это весна. При пересадке, что вы должны помнить. Антуриумы не любят высокие горшки. Горшок лучше брать ниже и шире. Но помните, что антуриум зацветет только тогда, когда горшок будет больше, чем корневая система. Это вот основная. Пятый вопрос. Почему цветки у антуриума становятся зеленые? Показываю. Вот. Вот. Видите? Могу сказать одно, что есть сорта рантуриумов, в которых уже генетически заложено, что цветок должен быть не однородно красный, а зеленая каемочка. А вообще, цветок становится зеленый только после того, когда растение достаточно долго цветет, и это естественное старение цветка. Если у вас не цветок уже зацвел, и именно уже становится зеленым, то есть он распустился будом недавно, а цветок становится зеленым, это говорит явно о том, что цветку не хватает цвета. Очень часто спрашивают. На листьях появились желтые пятна. И листья или пятна большие, или мелкие. Если на вашем цветочке, на листочке появились пятна большие, желтые, и неравномерно по листку распределяются, это явно о том говорит, что у вас растение перекормлено. То есть удобрение нужно или же разбавлять, или же вообще на время какое-то прекратить кормить растение. Если же у вас точки мелкие, и листочек продырявлен, то есть на свет смотрите насквозь, как правило, это вредитель. И вредитель этот зовется паутинный клещ. Седьмой вопрос. Можно ли пересаживать цветущий антуриум? Вообще, честно говоря, это нежелательно. Но если вы пересаживаете путем перевалки растения, то можно пересаживать. То есть что такое перевалка? Достаем цветок и пересаживаем побольше по размеру горшок. Все. Единственное, что можете снять верхний слой почвы, не затрагивая корневую систему и не очищая его от основного грунта. Это называется перевалка. Поэтому растения пересаживать цветущие можно. Как поливать антуриум? Ну, основное условие. Температура воды должна быть комнатной температуры, отстойной. Ни в коем случае не водопроводная, не хлорированная и не холодная. Это основное условие. И еще. Значит, не заливать растения. Антуриум лучше переносит недолив, чем перелив. Загнивание происходит достаточно быстро. Вы даже можете не увидеть, так как грунт у антуриума достаточно воздухопроницаемый. И поэтому в нижних слоях запросто может вскапливаться вода и пройти загнивание. Поэтому лучше чуть не долить, чем перелить. Очень часто еще вопрос задавали мне такой. Случилось перелив цветка. Корни загнили, растение начинает болеть. Что делать? Первая помощь. Вытаскиваем растение из горшка. Очищаем от земляного кома. Смотрим корневую систему. Подрезаем те корни, которые попорченные. Присыпаем это все углем. Можно обработать любым бактерицидным средством. Листья обрызгиваем эпином. И накрываем его пакетом, так, чтобы пакет не касался листочков. Создаем такую мини-теплицу. И даем ему поставить. Ну, естественно, сажаем в новый грунт. Это тоже само собой разумеется. Еще очень часто тоже спрашивают. Нужно ли засыпать вот такие поверхностные корни? Вот я вам приготовила. Показать вот эти корешки, которые на поверхности. Заглублять и присыпать их не просто нужно. Это обязательное условие. Присыпать можно вот таким мухом. Кстати, вот в этот мох мы можем вообще посадить антуриум. То есть он достаточно питательных веществ здесь много. Он влага и воздухопроницаемый. Это основное условие грунтов для антуриума. То есть, сами понимаете, очень удобно будет. И опять-таки, дополнительная влажность создает мох. То есть можно не беспокоиться о поддержании влажности. Еще один часто задаваемый вопрос. Почему не цветет антуриум? Первое условие. Значит, во-первых, время года. Антуриум зацветает, как правило, в весенний период. Ну, может быть, какие-то издвиги. Но в основном это весна. Далее, что 18 градусов. Это не меньше 18 градусов. Окно должно быть солнечное, не иметь сквозняков, достаточный полив. И кормить нужно в неделю один раз. Вот тогда он у вас зацветет. Да, и горшок еще должен быть больше, чем корневая система. Тогда вот при таких условиях он у вас зацветет. Я вам обещаю. И помните, что для антуриума еще очень важное опрыскивание. Когда вы опрыскиваете, рукой прикрывайте цветочки. Нежелательно попадание воды на цветоносы. Опрыскивание это тоже одно из самых важнейших условий для быстрого цветения и качественного. Я думаю, что я ответила на все ваши такие насущные вопросы. Оставайтесь с нами. Если еще какие-то появятся вопросы, задавайте нам, пишите в комментариях. С удовольствием мы ответим. Всего хорошего. До свидания.